Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот только что я рассказывала про монгольского карлика. И сейчас, кто не видел предыдущий ролик, я скажу, что с сегодняшнего дня я начала посев томатов для открытого грунта. В предыдущем видеоролике я сказала, что назову все сорта, которые сею, и объясню, почему так рано сею. Но если кто видел предыдущий видеоролик про монгольского карлика, то вы поймете, что не обязательно на ранних сроках начинать сеять с крупноплодных, с высокорослых, с эндетерминатных. Если, например, вы хотите какой-то сорт отдельно выделить для получения раннего урожая, пусть он будет среднеспелый, пусть он будет скороспелый. Его можно посеять раньше, но для своих личных, для отдельных целей. Вот вы так придумали, что, например, монгольского карлика вы захотите посеять раньше, чтобы получить пораньше урожай. Можно. И еще монгольский карлик сеять выгодно, потому что он не вытягивается в рассаде, хотя он не толстоногий. Я извиняюсь, что я делаю все это во время работы. У меня сегодня день загружен, у меня и пикировка, и перевалка, и посев вот этих крупноплодных. Но у меня заняты только руки, а голова свободна, и я могу спокойно вам все это рассказать и объяснить. Вот сегодня, первая декада марта, с каких сортов я начинаю посев? Еще раз напомню, что это посев уже для открытого грунта. То есть эти томаты, скорее всего, будут высажены без укрытия, безо всего. Но в первую очередь, конечно, я стараюсь сеять только высокорослые, такие с огромным кустом, крупноплодные, с огромными плодами. Те, которым требуется очень много времени для формирования куста, для формирования плодов. И, конечно, рано сеем только потому, чтобы пораньше получить урожай. Все знают, что крупноплодные томаты, они намного дольше, все это у них. И чтобы на кустах, на материнских, они все вызрели, конечно, сеять нужно немного пораньше. Но тут опять разные положения. Я всегда говорю своим зрителям и всегда оставляю им как право выбора. Вы можете сеять и позже. Просто, когда половина плодов у вас не успеют вызреть, вы их сорвете зелеными, и они у вас будут дозревать в комнатных условиях. Там в ящиках некоторые прям просто на пол раскатывают, куда-то углы выделяют. Вот. Какие сорта сегодня сею я? Вот именно этот лоток. Вы, наверное, видите, что здесь у меня разделено. Полностью ряд я высеваю 15-16 штук. Вот так вот. И у меня получается, что каких-то сортов мне нужно больше, каких-то сортов поштучно мне нужно меньше. Вот каких-то нужно всего 3 или 4 штуки. Поэтому я делаю так. Каких больше, ну как неравномерно разделяю лоток. Вот здесь у меня будет 8 и 9 запасная. Здесь будет 4 и 5 запасная. То есть какого-то сорта будет 4 семечка всего, а какого-то будет 8 кустов. Конечно, в этом лотке у меня будут самые крупные, самые такие высокорослые. Начинаем их называть. Медовый салют. Это бикалор с большими плодами. Поэтому их в первую очередь. Потом алые свечи. Это, хотя они небольшие плоды, но это индотерминатный сорт. Он высокорослый. И чтобы они хорошо у меня вызрели, нынче хочу их... В прошлом году были в теплице, а нынче хочу их попробовать в открытом грунте. Потом бердский крупный. Это сорт специально очень крупный, но для открытого грунта. И вот чтобы он вызрел, я его тоже в этом году немножко пораньше решила посеять. Колокольчик сорт индотерминатный. Потом медвежья лапа. Он довольно-таки крупноплодный. Я его хочу пораньше получить. Потом черно-голубой хребет. Даже характеристики не буду вам рассказывать, сейчас по списку пройдусь. Грибное лукошко. Индотерминатный. Трапеза влюбленных. Индотерминатный высокорослый. Крупноплодный. Вовка Путин. Тоже знаете. Очень крупный, очень высокий. Дончак. Золотой бык. Тещин язык. Мила. Сахарный бизон. Красный трюфель. Чехлама. Лимончики. Ракита желтая. Шахерезада. Сахарный гигант. Розовая мечта. Египетские. Гусиное яйцо. Бычий лоб. Как вы видите, все они с огромными, с высокими кустами, с крупными плодами. Бычий лоб. Сахарный пудовичок. Андреевский сюрприз. Супер бомба. Анжела гигант. Гордость Сибири. Розовый гигант. Медово-сахарный. Голубая звезда. Вот здесь у меня будет 32 сорта. И все 32 сорта. Почти все высокорослые. Некоторые есть. Там исключение полудетерминатные. Но все равно они не ниже, чем полтора метра. Все я сею в первой декаде марта. Потом, после 10 марта, когда наступит вторая декада марта, я примусь сеять вот как раз среднеспелые. Среднеспелые, среднерослые, которые будут или детерминатные, метр двадцать, метр пятьдесят, или полудетерминатные. Ну, полторашки, короче. Полтора метровые. Метр двадцать, полтора метра. Но тоже с крупными плодами. И которым нужно не очень короткий период для созревания. И на конец марта, на третью декаду, я оставляю все мелкие, все консервные, все скороспелые. И все для зимнего хранения. То есть, и пальчики, и перцевидные, все сосульки, все маленькие, которые кругленькие, все-все-все, буду сеять в конце марта. Может быть, ультраскороспелые еще. Но пока что, именно март, начинаю сеять с самых крупных. Все, вот это кратко так и бегло по сортам. Какие сорта я сейчас сею и почему. Все, до свидания. И я забыла добавить, самое главное, сею сухими семенами. Поэтому такой посев нужно делать чуть пораньше. И еще, исходя из того, что я этот посев делаю все-таки рано. Не во второй декаде марта, не в средине марта. Я буду готова к тому, что, скорее всего, ее, возможно, нужно будет пикировать в какие-то большие горшочки. Но тут, короче, так обстоят дела. Если весна будет рано и удастся высадить пораньше, то все будет нормально. Если весна будет поздняя и долго будет холодно, рассада начнет чуть перерастать. Я ее перевалю в тару большего объема после пикировки. И благодаря этому я высажу рассаду более взрослую в открытый грунт. И, конечно, она чуть пораньше начнет созревать томат. Вот теперь все точно.